Доброе утро! Уже с изображением кошки. Уже не ошибешься, что вы любитель кошек. И вот хотелось бы, прежде чем мы перейдем к самим кошкам, к их породам, как за ним ухаживать, пару слов о вашем клубе. Кто туда входит, как туда вступить, кто? Рассказывайте. Я хочу сказать, что наш клуб, Николаевский городской кот-клуб Шерри, он один из старейших вообще в Украине. То есть наш клуб стоял у истоков филинологии в Украине. То есть филинология существовала очень давно, но за пределами нашего постсоветского пространства. И только в конце, получается, 80-х годов мы по буквам учили слово филинология. Понимали, что это такое, что есть, оказывается, породистые кошки, которые должны участвовать в племенном разведении для того, чтобы получать племенное поголовье. Вот так было. Начиналось это все с кружка любителей кошек, потом вот эти любители разрослись, уже начали понимать, что это такое. И мы уже в 90-м году зарегистрировали свой клуб. И где-то уже в 90-м году у нас прошла первая выставка, но это было что-то просто. То есть у нас было всего 8 клеток, мы изготовили эти 8 клеток, мы перегородили пополам и пришли посмотреть тысячи наших горожан. И мы тогда поняли, что это очень нужное мероприятие, что очень много людей, которые любят этих животных. Ну и стали объединяться, конечно, уже люди, которые действительно любят кошек. Действительно, вот в нашем городе очень часто можно увидеть выставки кошек. Я знаю, что вот и в октябре, в начале октября планируется также немаленькая выставка. Я вас хочу огорчить, что на данный момент, конечно, с выставками у нас очень большая проблема, потому что у нас нет выставочного зала, где мы проводили выставки кошек. Поэтому на сегодняшний момент это, конечно, очень проблематично. И мы уже взываем к горожанам, я не знаю, к руководству города, что всё-таки вот эти мероприятия культурно-массовые, которые именно учат людей к гуманному отношению к животным, всё-таки они имеют место быть. Хорошо. Ну, теперь непосредственно к нашим виновникам, скажем, в торжества переходим. Немножечко вот о породах кошек. Их достаточное количество, действительно, немало. Вот очень интересно, какая порода кошек наиболее популярна сейчас? Хотя бы вот в нашем городе. Каких кошек любят? Я почти за 30 лет руководства клумбом хочу вам сказать, что наш город очень костный в плане пород. То есть в определённые периоды времени в нашем городе очень модные определённые породы. Вот вначале были модные персидские кошки колорного окраса. Был такой, я помню такой период. Ими занимались все. Вот просто наш город блистал на всех выставках именно с этими породами. Потом закончилась эта эпопея, начали завозить, покупать и разводить вислоухих кошек, шотландских вислоухих. Тоже заполнили всё наше пространство. Просто я даже не знаю. Никакие другие породы в этот момент в город не завозились, не покупались, ничего. Сейчас у нас засилие канадских сфинксов. Если вы бываете на выставках на наших, то можно увидеть, что где-то треть выставки это канадские сфинксы. Поэтому я очень прошу, принесла даже в качестве... Вы можете познакомить нас с ними. Это, так понимаю, вы принесли породу... Это очень редкая порода, собственно говоря, которая не только в Украине, но... Вот он, наш, красавец. Да, это кошечка абиссинская, это самая древняя порода, которая только вообще существует. Наш барсик где-то гуляет, вот пришёл бы сейчас познакомиться. Ну, это такая дамочка, которая очень любит двигаться. Значит, это самая древняя порода абиссинская. Она, значит, эта порода произошла, значит, ну, тогда это абиссинья, сейчас это Эфиопия. И даже мумии этих кошек находили в гробницах фараонов. К нам эта кошка, эта порода в Европу завезена в начале века. Ну, вот сейчас она только-только начинает, значит, идти... В нашем городе их совсем немного, их, по-моему, всего четыре кошки. Ну, я надеюсь, что сейчас... И одна среди них вот сейчас перед нами. Да, удивительно, что она так вот себя ведёт ещё очень хорошо. То есть, эта кошка-компаньон, это кошка, которая просто необходима человеку. Вместо собаки, которая... Друг такой. Друг такой, да. То это вот абсолютный друг, который будет участвовать во всех ваших делах. Вот что бы вы ни делали у себя дома, эта кошка будет всегда с вами. Член семьи. Так что, если кому-то одиноко, заводите себе такого друга. Даже не одиноко, даже не одиноко. Очень она хороша в уходе, видите, у неё какая приятная блестящая шерстка, которая практически... Как ухаживать за такую шерстку? Вообще никак. Никак. Основное это правильное кормление. Вот и всё. И будет она у вас вот такая вот замечательная, блестящая, красивая кошечка. Мы сегодня вернёмся ещё к кормлению. Вот у меня такой вопрос. Как выбрать здорового котёнка? Как не ошибиться в этом? Потому что вот и по себе знаю очень много случаев, вроде бы выбираешь хорош всё, а потом вот выходят не очень хорошие последствия. На что ориентироваться? Как вот те, кто хочет завести кошек себе в дом сегодня, в честь праздника, как не ошибиться в выборе? Ну, я вам хочу одно сказать. Сейчас как бы наука у нас движется вперёд. И, в общем-то, кошки, которые сейчас очень много их обследуют на различные генетические заболевания, и выявлено, что очень большое поголовье, вообще, в загале, очень большое поголовье имеет генетические заболевания. Те, которые, в общем-то, неизлечимы. К сожалению, раньше мы как бы этого не знали, и эти кошки участвовали в племенном разведении. Естественно, за собой несли эти пороки. Но где купить здорового котёнка? Ну, естественно, не на рынке. Естественно, это надо идти в питомник, там, где эти кошки уже протестированы. Сейчас наши ветеринарные клиники проводят тестирование на эти генетические заболевания. И там, где производители тестированы, вот там вы можете спокойно покупать животное. То есть на рынке вы не рекомендуете ни в коем случае? Ну, я думаю, что это никто не рекомендует покупать на рынке. Во-первых, для котёнка это стресс, это раз, которого выносят на рынок. Потом непонятно, как и где он жил, как его кормили, как его прививали. Ну, это, знаете, покупка именно кота в мешке. Ну, не знаю, это... Ну, каждый выбирает свою. Да, действительно так. Вот по поводу питания. Есть коты, которые, скажем так, прямхлые к питанию. Есть, которые всё едят. Такое должно быть питание у маленьких котёнков, у более взрослого уже в возрасте и вот таких пожилых котов. И вот порода имеет ли значение при кормлении? Да, безусловно. Вот кошки, допустим, обесинские, перед этим я держала персидских кошек и экзотов. Это кошки, которые сами по себе. То есть они поели, пошли, легли, отдыхают и спят. Естественно, они кушают много. Те кошки, которые двигаются, типа вот этой вот мартышки. Активные. Естественно, она кушает много и часто. Поэтому кормление разных пород действительно отличается. Ну, в принципе, кто-то кормит натуральными кормами, но я сторонница кормления профессиональными. Кормами премиум класса. Поэтому, когда за тебя кто-то подумал другой, как рационально и правильно кормить кота, целая индустрия на это работает, ну, как бы, каждый выбирает свое. Это все тоже очень-очень индивидуально. То есть нужно специалистам, рекомендации, можно даже подобрать отдельную еду для своего любимца. Да, даже не нужно подбирать, потому что есть специально, вот, допустим, корма для абиссинам, для мейн-кунам, для канадских сфинксов. Это уже кто-то за вас подумал. Уже все это… Все сейчас просто. Да, это все сейчас на сегодняшний момент очень просто. Ну, и в завершении нашего разговора, конечно же, мы не можем устроить целебные свойства кошек. Уже сколько о них сказано, давайте еще раз вот убедимся и поговорим все-таки, какие есть целебные свойства у кошек. И у каждой ли кошки вот есть какие-то такие возможности. Я вам хочу сказать, опять же, вот, у меня тоже уже давно не было кошек. Эту вот кошку я завела буквально три месяца, ей всего пять месяцев. Три месяца назад завела эту кошку тоже исключительно только из-за того, что поимела проблемы со здоровьем. Вот это вот чудо, конечно, оно дает себя чувствовать совершенно нормально. Как бы ты приходишь и получаешь, даже несмотря на то, что дома она может устроить переворот, все равно ты чувствуешь себя как бы вот эмоционально очень хорошо. Поэтому как бы все остальные болезни отходят на задний план. Ну, а есть такие случаи, что действительно кошки спасают своих, особенно сердечников, особенно людей, которые имеют какие-то хронические заболевания. Конечно, если вот такой зверек придет и будет мурчать тебе целый день, естественно, здоровье остается в норме. Так же что, подводим итог, что заводите себе кошек, не обязательно, я думаю, породистых каких-то. Абсолютно нет, главное, чтобы эти были кошки здоровые. Даже могут быть не породистые кошки, но все дело в том, что сейчас вот, я не знаю, еще пару минут займу, и как бы у нас очень мало проводится пропаганда стерилизации кошек. То есть если бы как бы люди понимали, что животных не надо разводить просто так, лишь бы для того, чтобы они просто плодились, то у нас не было бы, конечно, и бездомных кошек. И поменьше вот этих было городских проблем, когда кого-то покусала кошка там или еще что-то. Да, кстати, это очень вот покусно. Да, или разносчик какой-то болезни. Ну, я считаю, что каждый должен понять в своей голове, что кошки это не игрушки. То есть если ты не занимаешься профессиональным разведением, нужно эту кошку стерилизовать или кастрировать. Это совершенно безболезненно, и они очень хорошо живут в доме, как бы хорошо себя чувствуют. Поняла, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли, да еще и не сама. Наталья Мацкевич была у нас в гостях, президент Николаевского клуба любителей кошек Шерри. Так что заводите кошек, будете и эмоционально, и физически здоровы. Ну, и настроение тоже всегда будет у вас на высоте.